Дорогие друзья, за последние несколько месяцев мы сделали невозможное. Еще полгода назад никто не верил, что белорусы смогут объединиться и сказать «нет» старой власти. Но это случилось. Мы пришли на избирательные участки и сделали свой выбор. По закону, мирно и с достоинством. Я хочу сказать спасибо тем людям, которые были рядом со мной, в моей команде, штабам Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Я хочу сказать спасибо каждому человеку, каждому избирателю, который проголосовал за меня, за перемены в нашей стране. И нас, сторонников перемен, большинство. Этому есть документальное подтверждение, копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%, а в новой Боровой – 90%. Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью. В его победу большинство не верит. Мы всегда говорили о том, что защищать наш выбор нужно только законными, ненасильственными способами. А мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая. Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Для меня, и я уверена, для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь – это самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе. На улицах наших городов появляются новые мирные акции – цепи солидарности женщин с цветами. Абсолютно не воинственные. Они показывают всему миру, что мы белорусы – открытые, честные люди. И мы против насилия. Я благодарю сотрудников, которые отказались выполнять преступные приказы против своих граждан. Я хочу поблагодарить тех, кто уже не побоялся и объявил забастовку. Спасибо работникам БМЗ, электротехнического завода, МАЗ, IT-компаниям из ПВТ и другим коллективам, кто присоединился. Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую. Ссылка будет под видео. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Наши голоса должны быть услышаны. Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы – значит гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу. Те, кто не работает. И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан. Не дай бог, кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно. Прошу правоохранительные органы и государственные структуры обеспечить исполнение этих указаний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова